Здравствуйте, мои дорогие друзья! Христос посреди нас. Сегодня среда, а по средам на нашем канале мы вместе читаем Евангелие. Мы сегодня закончим с вами девятую главу от Луки, и я приношу свои извинения, что мы снимаем дома. Вы знаете, как я люблю читать с вами Евангелие на улице, в саду или на балконе, но сегодня у нас такое творится, у нас настоящая буря, дождь, снег. В Иерусалиме плюс три градуса, ночью говорят, что и до нуля опустится, так что не обессудьте сегодня вот на любимом зеленом диване в комнате. Итак, мы с вами читаем по-церковно-славянски, и для тех, кто читает с нами впервые, хочу пояснить, что это традиция нашей русской православной церкви, поэтому если вы не православные или вы пока что плохо знаете церковно-славянский язык, вы можете взять Евангелие на русском или любом другом языке, который вам удобен, и читать, следить вместе с нами. «Бысь же, ягда, сканчавахуся дни восхождению его, и той утверди лице свое идти в Иерусалим, и посла вестники пред лицем своим, и исшедше внедуша в весь Самарянску, якуда уготовят ему, и не прияше его, як у лице его бе гряды в Иерусалим, «Видевши же ученика его, Иаков и Иоанн, реста, Господи, хощеши ли, речема да огнь снидит с небесе, и потребит их, як уже и Илья сотвори? Обращше же запрети има и рече, невеста коего духа еста вы, Сын бы человеческий, не прииди душ человеческих погубите, но спасти, и идоша во ину весть. Бысть же идущим им по пути, речей некий к нему, «Иду по тебе, а мужаще идиши, Господи!» И речей ему Иисус, «Лиси язвены имуть, и птица небесная гнезда, Сын же человеческий не имать, где главу подклоните». Речей же ко другому, «Ходи вслед меня!» Он же речей, «Господи, повели мишет прежде погребсти отца моего!» Речей же ему Иисус, «Остави мертвая погребсти своя мертвецы!» Речей же и другие, «Иду по тебе, Господи!» Прежде же повели мишет прежде погребсти отца моего!» Речей же к нему Иисус, «Никто же возлож руку свою на ралу и зря вспять, управлен есть в Царстве Божием». Вот такие два зачала, опять же, конечно, по смыслу связанные между собой. И вот обратимся к святым отцам, преимущественно, опять же, Феофилак Болгарский, Иоанн Златоуст, другие некоторые. Что говорят они, какую глубину прозревают они здесь, вот в этих двух зачалах? Ну, первое, что мы с вами видим здесь, это знаменитый случай в Самарии, произошедший с учениками Христа. Здесь для того, чтобы понять вот эту ситуацию, да, что Христос идет в Иерусалим, кто такие самаритане, почему они его не принимают, и почему такая яростная, скажем, реакция, гнев такой у учеников, нужно немножко объяснить политическую ситуацию Израиля того времени. В Израиле времена Христа была такая, скажем, запретная зона. Называлась она Самария, на еврите Шомрон. Это территория между Иудеей и Галилеей. Это колено Моносея и Ефрема, очень большая часть святой земли, очень красивая, расположена на горах, там замечательная земля. И вот там жили самаритане. История их такова. За 700 лет до Рождества Христова случилось нападение ассирийцев на Самарию. И вот они увели в плен всех жителей, то есть потомков колена Моносея и Ефрема, и для того, чтобы землю освоить, они заселили ее своими. То есть получилось такое насильственное переселение народа. Естественно, что, как всегда, когда уводят в плен, ну кто-то где-то спрятался, остался. Какая-то малая горсточка евреев осталась. И вот когда ассирийцев переселили, эти ассирийцы стали, естественно, постепенно налаживаться, осваивать дома опустевшие и страшное нашествие львов. И они просто так страдали, теряли людей, теряли стада. Просто львы совершенно нападали, терзали все, что было живым. И они сказали, наверное, боги гневаются на нас. А кому молился этот народ? А, они молились Яхве, они молились Богу Израилеву. Значит, надо нам тоже начать ему молиться, тогда это напасть прекратится. Они обрезались, стали поклоняться Богу единому, и действительно львы их оставили. А потом уже они и сочетались браками с теми остатками колен Моносея и Ефрема, которые все-таки не ушли в плен, да, и каким-то чудом остались на этой территории. И вот получился такой народ, самаряне. И народ этот, собственно говоря, жил, получается, по соседству, да, как бы с иудеями. И вот через полтора века та же участь постигла жители Иудеи. Ассирийцы напали на Иерусалим. И тогда только они уже назывались вавилоняне, было там вавилонское уже царство на этой же территории, да, к этому времени. И они захватили, увели в плен иудеев. И вот когда через 70 лет иудеи вернулись, казалось бы, должны были бы они быть союзниками с самарянами, да, ну, потому что они единоверцы одной и той же веры. Но нет, у евреев тогда был такой настрой после возвращения из иудейского плена. Они очень строго боролись с язычеством. И все, кто не пережили, как бы, плен, были у них под большим подозрением. Вот так же и самаритане. Вот эти новоиспеченные, как бы, да, израилетяне, получается, доверием не пользовались. И когда они предложили помощь в восстановлении разрушенного Иерусалимского храма, иудеи отказали им. Началась распри, начались войны, самые настоящие самаританские войны. И самаритане, к этому времени уже имевшие альтернативный храм на горе Горизим, сказали, что вот этот храм только и есть правильный. А все остальные, да, и, соответственно, храм в Иерусалиме, он не истинному богу, он неверный. Надо сказать, что самаритане признавали пятикнижие Моисеева, но вот пророков они уже не признают, да. То есть, соответственно, все, что было в период Вавилонского плена и после вот эту часть священного писания, они отрицают. Самаритане есть и сейчас, небольшая община самаритан живет в Самарии до сих пор, и вот во времена земной жизни Христа непримиримая вражда была между иудеями и самарянами. То есть можно сказать, что вера Моисеева того времени вот имела первый серьезный раскол, да, скажем так. Были и те, Богу единому поклонялись Богу Израилеву, и эти, но по-разному все понимали, видели и не почитали. Соответственно, иудеи самаританский храм на горе Гризим, а самаритане не почитали храм в Иерусалиме. Когда второй отстроили, да, уже после возвращения из плена, они его не считали за святое место и не ходили туда молиться. Буквально иудеи и самарянин никогда не встречались, никогда не общались. Один другого увидя, переходили на другую сторону улицы. То есть мы даже себе сейчас не можем представить такой ненависти, такой вражды, которая была между ними. И вот мы с вами знаем из Евангелия от Иоанна, что в самом начале своего земного служения Господь наш Иисус Христос проповедовал в Самарии. Помните историю с женщиной-самарянкой, да, у колодца? То есть, соответственно, здесь у Луки мы уже приближаемся к концу, да, потихонечку. То есть мы уже как бы со Христом готовимся идти в Иерусалим на крестные страдания. Да, уже скоро, довольно скоро начнется повествование об этом. И, соответственно, понятно, что к этому моменту самаритане о Христе уже знали. И также нам комментируют и святые отцы. Они тоже говорят, что то, что самаритане не приняли Христа, было связано в своем селении, не дали ему кровь и пищу, связано не с тем, что он иудей и шел в Иерусалим, допустим, молиться. Нет, это было, как святые отцы некоторые полагают, связано с их ревностью. Они уже слышали о чудесах Христа, он уже у них проповедовал, и они ожидали, что он станет царем у них, а не что он пойдет в Иерусалим, как они думают, чтобы стать царем, чтобы там достигнуть апогея своей славы и, так сказать, да, уже показать свою божественную силу во всей полноте. Поэтому-то они и не приняли его в своих домах, видя в этом с его стороны как бы предательство. Ты у нас проповедовал, значит, ты наш, а как же теперь ты к этим иудеям, к этим врагам идешь, да? То есть вот такое объяснение у святых отцов есть. И вот, что же апостолы, их это безумно возмутило. Вот представьте себе, да, как это так? Во-первых, закон гостеприимства, путнику не дать кров, не дать пищу, да? Во-вторых, это сам Господь и Спаситель. Как же они такие нечестивые? А апостолы уже чувствовали в себе силу, они чувствовали, что они могут творить чудеса, они чувствовали, что духи их слушаются, да? Помните, они же проповедовали, Господь посылал их на проповедь, мы читали об этом. И вот апостолы, горя ревностью о правде Божией, чувствуя себя просто в духе Ильи Пророка, да, они хотят свести с неба огонь и попалить самаританские деревни за то, что они не приняли Христа. Помните, Илья Пророк низвел с неба божественный огонь, на горе кормил и попалил жертву, да, положенную им, и посрамил жрецов Ваала. Можете об этом читать в книге царств. И вот здесь Господь останавливает их, говоря, не нужно этого делать, вы не знаете, какого вы духа. Вот это совершенно удивительная вещь, потому что любая секта, любое политическое движение, любая партия всегда, что делает? Отстаивает свою правду, правда же? Отстаивает свои права, отстаивает свои лозунги, свои постулаты, свои законы, что хотеть. А здесь получается, на первый взгляд, как бы слабость, да, Господь не пришел погубить, Он не пришел наказать, Он смиряется и идет в другое место, в другую деревню, где его потом все-таки приняли, да, и дали ему кров и пищу. И почему так? Ведь на самом деле это может показаться каким-то, ну скажем так, беззубым, да, решением, что некоторые неверующие люди говорят, христианство такая пацифистская, слабая, беззубая религия, да, как бы она нам не подходит. Мы люди сильные, мы любим проявлять свою силу, мы любим отстаивать, бороться за права других людей и так далее. Нет, в том-то и дело, что против любой человеческой силы всегда найдется другая человеческая сила. Мы с вами знаем, как из-за маленького конфликта, да, Монтеки и Капулети, да, возникают потом гражданские войны, мировые войны. Соответственно, на одно зло найдется другое зло. И здесь то, что Господь говорит, главное слово в Его речи, здесь слово дух. Вы не знаете, какого духа вы, потому что сила Духа Святаго несоизмерима больше любой силы человеческой. А сила эта в любви, в кротости, в смирении, в благодатном воздействии. Поэтому Господь так и отвечает. И что интересно, попросили огонь свести с неба Иаков и Иоанн. Иаков Зеведеев, это были два брата, сыновья Зеведея. И что интересно, потом именно этот Иоанн, это и есть Иоанн Богослов будущий, он после сошествия Духа Святаго на апостолов, после Пятидесятницы, именно он будет проповедовать вместе с Андреем и крестить самаритан. То есть он уже будет знать, какого он духа, да, и как раз-таки он будет проповедовать и крестить многих-многих самаритан. Это будет уже после, естественно, воскресения Христова, после Пятидесятницы. Ну вот, и дальше на пути встречаются три человека. Но многие считают, что апостол Лука с педагогическими целями поместил это повествование одно за другим, потому что оно связано. А может быть, действительно так и было исторически, что вот это произошло дальше. Три человека встречаются на пути Господу, и каждый наслышан о нем и хочет быть его учеником. И вот мы видим с вами три ситуации. Первая ситуация. Пойду за тобой, куда ты не идешь? А Господь говорит, а я никуда не иду. У меня нет ни дворца, ни резиденции, ни квартир, ни дома, ничего нет. Даже птицы, лисы имеют гнезда. Это не означает, что Господь в прямом смысле слова спал на улице. Нет, конечно, у Господа своего дома, правда, действительно не было, но он жил у учеников. То есть он мог бы позвать этого потенциального ученика, сказать, ну пойдем со мной ночевать к Петру, например, или к Андрею, или к Иоанну. Здесь кроется смысл. Тот, который спрашивал, как говорят нам святые отцы, спрашивал с корыстной целью. Ему хотелось понять, что Христос даст ему, если он за ним пойдет. Он хотел материального воплощения своего ученичества Христу. Он хотел как-то изменить свое материальное положение за счет того, чтобы стать учеником Христа. И потому Господь и говорит, нет, этого ты не получишь, этого как раз у меня нет. Этого я тебе не могу дать, потому что я сам нищий, я учу, я хожу. Вот эта земля, это небо, это мой дом. Никакого помещения, дома, места у меня нет. Потому что Господь, Он везде. Господь, Он в нашем сердце, Он во вселенной. И вот поэтому удивительно, вот это действительно такое послание как бы всем, кто хочет следовать за Христом ради земных благ. Так, да, абсолютный крах, абсолютный, как бы, да, этого Господь не даст. И слава Богу, что так, потому что иначе бы, вот действительно, какая же это была бы дружба и любовь. Это был бы корыстный такой бизнес-союз, ты мне, я тебе, да. Дальше другой ученик потенциальный говорит, что пойду за тобой, но позволь мне сперва похоронить отца моего. И вот очень странные слова Христа, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Это очень многих смущает, это место в Евангелии. Опять же, поэтому святые отцы довольно подробно здесь поясняют, толкуют нам. Во-первых, о каком, что означает выражение, позволь мне похоронить отца моего. Мы сразу себе что рисуем в голове? Вот отец, он только что умер, вот он лежит, его надо предать земле. Плакальщицы, вдова, дети, и вдруг Господь говорит, оставь и иди за мной. Скорее всего, дело было не так, потому что выражение похоронить отца означает обеспечить старость моему отцу, дожить до дня, когда я закрою его глаза, освобожусь от долга своим пожилым родителям, и тогда я стану твоим учеником. Вот так святые отцы объясняют, что в то время вот эта фраза означала это, не в физическом смысле похоронить. Тогда совсем другой смысл приобретает ответ Христа. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Как мертвые могут хоронить мертвецов? Это тоже была, скорее всего, поговорка, означавшая, «Оставь земных людей заниматься своими земными делами». И, конечно же, нет сомнения, что Господь Иисус Христос прекрасно знал, поскольку Он знал сердца людей, Он все знал и знает, что у этого юноши были другие братья и сестры, которые позаботились бы о его пожилых родителях. Мы видим из других мест Евангелия, что Христос всегда и учил заботиться о старых и старших, и сам это делал. Поэтому когда сын вдовы единственный умер, он его воскрешает, потому что она одна. А здесь нет надобности. Юноша нашел отговорку, своего рода отсрочку, потому что служение, делаю Евангелие, это тяжелейший труд. Он должен был идти за Христом, проповедовать, обречь себя тоже на странничество. И он душой-то и рвался, но я еще подожду, я отложу вот эту нерешительность. Вот, видимо, поэтому так вот это было сказано, и такой ответ он получает. И слово это горько тяжело ему было. А другого Господь позвал, а он говорит, хорошо, иду, только позволь попрощаться с родными. Вот тут тоже опасный момент. Человек, когда решается стать христианином, или вот я слышала от монахов, когда они решаются уйти в монастырь, то это благое решение дьявол всячески ему препятствует. И часто чинит препятствия в доме, среди родных, знакомых, которые начинают человека как бы останавливать или чем-то удерживать. И иногда вот эта жалость, любовь к родным может остановить. И таким образом человек и себя не спасет, и их не спасет. Потому что если человек решительно идет, это показывает опыт жизни, ну даже мой, да, вот среди моих родных, знакомых, потом и родственники доходят, и приходят, и спасаются этим обратившимся единственным родственникам. То есть, иными словами, не пойдешь из жалости, чтобы не огорчить маму или папу, в результате ни ты не спасешься, ни они не спасутся. А так, кажущийся разрыв, Господь потом залечит. У меня, например, есть один знакомый, ну меня, имею в виду, у нашей семьи, один знакомый, аэромонах, сейчас он архимандрит, уже давно уже, он 30 лет почти в монастыре. И когда он ушел в монастырь, это решение было принято неожиданно, по благословению старца, он просто остался в монастыре, и когда его мать узнала об этом, она ослепла от горя. А старец сказал, ты не будешь писать письма домой, ты больше никогда не увидишь свою маму, выбирай, ты любишь Христа или ты любишь земных своих родных. И он, любящий сын, страшно оскорбя, молился и все возложил на Бога. Через год мама приехала в этот монастырь, старец ее исцелил от слепоты, и она обняла сына, и была счастлива потом всю жизнь до самой своей кончины, которая несколько лет назад произошла, что сын у нее монах. И, конечно, старец разрешил ему писать письма через какое-то время, проверив его решительность, его твердость, его доверие Богу, его верность своему решению, верность Богу. Так что вот такое удивительно назидательное Евангелие, заставляющее нас действительно задуматься об очень многих вещах, пересмотреть свое, конечно, отношение, свою решимость, свои компромиссы, которые мы порой делаем ни во благо, увы, ни себе, никому. Ну вот, вот так мы с вами сегодня закончили читать девятую главу, совсем уже стемнело. У нас, мы сегодня снимали выпуск блога, потому что у нас ночью обещают совсем снег, так что завтра мы никуда, скорее всего, не попадем. Когда в Иерусалиме бывает снег, то все перекрывают, город просто останавливается. И надеемся, что 19 числа в пятницу порадуем вас очень интересным выпуском блога, что строится в Горнинском монастыре, вернее, около Горнинского монастыря в Вейнкарабе. Ну вот, мои дорогие, я прощаюсь с вами. Всего самого-самого вам хорошего. Благословения Божьего, помощи Божьей вам во всех делах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok